Приветствую вас, если говорить буквально, то для того, чтобы себя уважать, нужно иметь четкую систему ценностей, нужно иметь четкие представления о том, как правильно действовать, о том, как неправильно действовать, о том, что именно вами руководит при выборе той или иной модели поведения. Вот все подобные вещи необходимо тщательно структурировать в вашей сфере сознания, и тогда вы сможете, в общем-то, начать себя уважать, потому что уважение в буквальном смысле слова – это когда человек действует исходя из своих взглядов, ценностей, влюблений и так далее. Это если говорить буквально. Если же мы говорим немножечко в более общих градациях, то можно затронуть такие важные элементы человеческой личности, как самоуважение, как полное принятие себя, адекватная самооценка, отсутствие состязательности, зависти к другим людям, неуверенности в себе, грамотное выражение своих желаний, гармоничность внутренняя и, собственно говоря, отсутствие, так сказать, ожиданий от других людей. То есть личная ответственность за свое счастье, личная ответственность за свою модель поведения, за свою гармонию и так далее. Если смотреть на ваш вопрос с точки зрения концепции гуманистической психологии, то здесь я бы сказал, что у вас есть потребность уважения от уважения себя. Для этого нужно вначале обеспечить потребность безопасности, то есть чтобы вы чувствовали себя защищенной, чтобы вы не чувствовали угроз, ну вообще, либо если угрозы эти все-таки есть, чтобы вы воспринимали их как-то, ну скажем так, адекватно, правильно, без каких-либо. Если угроза интерпретаций, чрезмерных интерпретаций свой адрес, это тоже, в принципе, необходимо. Подобные вещи, подобные вещи, ну, необходимо реализовать. Потому что без этого нельзя гарантировать, что вы сможете себя уважать. Также важно, очень важно, чтобы вы как можно чётче представляли себе то, для чего то зачем вы хотите себя уважать, с какой целью вы хотите себя уважать, чтобы что. это тоже, на мой взгляд, довольно важный аспект проблемы, важная толькость проблемы, потому что если вы, например, не можете ответить на вопрос о том, а что я буду делать с этим, да? Ну, то есть, вроде бы, вы хотите, например, что-то в себе поменять, вроде бы вы хотите научиться себя уважать, а зачем? чтобы что, без чёткого знания того, как вы будете использовать новые изменения в себе, вы рискуете по большому счёту, вы рискуете оказаться в такой, знаете, западне, когда, с одной стороны, вы вроде бы хотите меняться и делаете что-то для этого, с другой стороны, вы не хотите меняться, потому что, с одной стороны, вы не знаете, как это всё использовать и вообще, нужно ли это вам, нужно ли это использовать, вот, а с другой стороны, всё-таки, как бы там ни было, а вот, то, что есть у вас, да, это всё-таки привычнее, и отказываться от этого, кто знает, может быть, вам и не хочет. Надо понимать, зачем, если отказываюсь, то зачем, чего я, ради чего. Ну и, наконец, последний момент, который мне видится очень важным, помимо всего прочего, этот момент связан с тем, что раз вы себя не уважаете, значит, вы на чём-то основываетесь, ну, что-то заставляет вас думать, что вы себя не уважаете, и, мало этого, родители, скорее всего, не научили вас не научили вас себя уважать. Ну и тогда необходимость, чтобы вы определили для себя, почему они, родители, в смысле, вас не уважали. То есть, если не уважали, да, то как тогда взаимодействовали с вами, если не уважали? Ну, если чего-то не происходит, да, если что-то не состыкуется, то, соответственно, наверное, верное, наверное, что-то даётся, и ваши родители, они, скорее всего, за вместо уважения давали вам, ну, что-то другое, что-то другое. И тут, я полагаю, нужно увидеть обязательно, что и почему они давали. Если вы хотите научиться себя уважать, значит, скорее всего, понимаете, что родители, они не дали вам того, что, ну, как бы, как бы, ну, нужно, да. А это означает, что с очень большой долей вероятности у вас на них есть обиды какие-то. И, соответственно, эти обиды также нужно проработать. То есть, нивелировать, изменить отношения и поправить отношения к себе в контексте обид. Не будет, пожалуйста, эти разные, эти разные в целом вещи. Именно в контексте обид. Своё отношение к себе требуется изменить. На этом, я думаю, можно завершить мой ответ. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!